Никита, как ты себя чувствуешь в этот раз, физически, психически? Отлично себя чувствую. Спасибо, что поинтересовались. Мы провели отличный тренировочный лагерь, подготовились во всех аспектах и готовы показать одно из лучших выступлений. Как ты себя чувствуешь? Ты только вчера прибыл. Как тебе Ванкувер? Как ты сочувствуешь? На самом деле, после вчерашнего интервью мы сразу отправились в отель. Поэтому Ванкувер я наблюдал только из окна автобуса, но он напомнил мне большую Москву. В общем, в общем, вчера мы приехали и поехали в отель. И я просто увидел, как в дону, от бассейна. В общем, в общем, это выглядит как Москва. Кита, я хочу сказать, что вы говорите на Москва. Никита, я хочу спросить про Хабиба. Твое мнение, он недавно выиграл бой с Дастином Порье. Что ты можешь сказать о нем? Хабиб – великолепный бойец. Хабиб – великолепный бойец. Действительно, эра Федора Емельяненко прошла. И на смену ему появился новый бойец, который… Ну, я считаю, он по праву может разделять первое место в рейдинге «Паунт Фа Паунт» с Джонемсом. Как вы видите, великолепный момент Федора Емельяненко уже закончился. И Хабиб может показать новую эра в борьбе? Да. Хабиб – великолепный бойец Федора? Хабиб превзошел Федора как великолепный бойец? Я считаю, их нельзя сравнивать. Федор как первооткрыватель, ММА для России и в целом в мире. Хабиб же выступает в новую эру, когда все бойцы выглядят абсолютно иначе. Для меня это несопоставим. Я считаю, что мы можем сравнивать Федор и Хабиб, потому что Федор был номер один человек, который начался в ММА и в UFC. Он был такой, как… И Хабиб сейчас в разный момент, и он тоже отличный бойец. Что ты думаешь про Федора, его последние бои в Беллатуре? Я считаю, что Федор все еще горит огонь. Но ему уже нечего доказывать. И как по мне, его приход в Беллатур больше связан с тем, чтобы продвинуть новое поколение своих воспитанников в ММА. Но в общем-то, он не нужен для себя больше, потому что все готово. Он просто создает новую генерацию боевых. Ты еще молодой. Ты хочешь бороться до такого возраста, как Емельяненко? Ты еще молодой. Ты хочешь бороться до такого возраста, как Емельяненко? Я хочу бороться сейчас. И я не могу знать, что будет после этого моего боя. Поэтому я так далеко не смотрю. Я хочу бороться сейчас. И я не могу рассмотреть в будущем. Я не знаю, что случилось в этом борьбе или в следующем борьбе. Я просто хочу бороться сейчас. Микита, ты сейчас 10-2 в твоей рейтинге. Ты чувствуешь, что ты получаешь уважение, что ты получаешь от медиа, от фанбаса? У тебя сейчас 10-2. И как ты считаешь, достаточно ли внимания от медиа, от твоих фанов уважения? Я считаю, что меня достаточно большое количество людей поддерживает. И я не могу оценивать количество, которое могло бы быть. Я думаю, что у меня есть хорошая поддержка от моих фантов. И я не знаю, что это должно быть в другом ситуации. Но меня не сильно заботит внимание медиа, поэтому меня все устраивает. И я чувствую, что я чувствую. Я чувствую, что я чувствую. Что ты думаешь, что с ним будет? Что будет дальше с Гловером, когда ты выиграешь этот бой? Я считаю, что Гловер все еще может составлять здравую конкуренцию, что показывает его предыдущие бои с молодыми бойцами. Поэтому, дай Бог, чтобы он мог выступать до 50 лет. Я считаю, что он может быть хорошим победителем для всех. И я желаю ему сильной здоровой, чтобы он продолжить до 50 лет. Еще раз. У меня много говорили про Джон Джонс, что вы играете в heavyweight. Ты боролись в heavyweight. Как думаешь, что Джон Джонс будет делать? Много разговоров про Джон Джонса. Как ты себя чувствуешь в heavyweight? Я понял. Я считаю, что Джон Джонс может себя также проявить очень ярко в супертяжелом весе. Но вряд ли его будут интересовать рейтинговые бои. Скорее, это бои с чемпионом, как по мне. Мне же вполне комфортно в полутяжелом весе. Кто знает, что будет в дальнейшем. Но пока мне хорошо в этой категории. Я считаю, что Джон Джонс чувствует себя очень хорошо в этом весе. Я не знаю, что будет в будущем. Но для меня, я чувствую себя хорошо в моей категории. И мы увидим, что будет в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok